Малая Родина. У каждого человека она своя. Луганская земля – частица наших души, и мы бережно храним ее историю. Луганский Луганчане – телевизионный проект об известных и малоизвестных фактах из истории нашего края. Я песне отдал все сполна, в ней жизнь моя, моя забота, ведь песня людям так нужна, как птицы-крылья для полета. С чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. Творческий путь Михаила Матусовского начался с простой на первый взгляд истории. Юноша из Луганска приехал покорять Москву. О себе он так и говорил. В этот большой город я приехал с чемоданом стихов, в надежде завалить столицу своей продукцией. Смелое высказывание оказалось судьбоносным. Его стихотворение полюбил весь советский народ, а песни на его слова зазвучали в лучших кинофильмах. Над нами небо родины, и так свинло кругом, Как будто мы на лодочке, как в юности плывем. Как будто мы на лодочке, как в юности плывем. Он жил в семье творческого человека, ведь фотохудожники – это те же самые мастера, они творят. Лев Моисеевич, он был настоящим мастером своего дела. Не было на тот момент в старом городе Луганске ни одного человека, который не прошел бы перед фотообъективом его отца. И каждый прохожий на улице здоровался с Львом Моисеевичем, снимая шапу, шляпу и учтиво кланяясь. Маленькому Мише тогда это было настолько памятно, когда приходил в мастерскую к отцу, он был настолько пропитан всей вот этой атмосферой художества, что, конечно, ребенок, который рос в такой атмосфере, не мог не заниматься чем-нибудь таким вот высоким, не мог не быть привлеченным к искусству. Разные люди приходили в фотоателье за снимками. Будущий поэт наблюдал за ними, а впечатления излагал в стихах. Он снимал молодоженов и торговцев на вазах, штатских парней без фуражек и военных в картузах. Он хотел, чтобы над поселком не было ненастных дней, были юноши красивей, были девушки стройней. Маленький Миша начал сочинять стихотворения еще в своей родной 13-й школе, учеба в которой стала одним из главных периодов его жизни. Сейчас здание школы перенесено в другое место, но ее стены будут всегда хранить память о великом поэте. Тогда он еще был маленьким мальчиком, который садился на последнюю парту и с упоением слушал рассказы Марии Семеновны о путешественниках, которые покоряли моря. И он представлял себя участником одного из таких вот новелл. Как резво он писал в то время. Не было ни жанра, в котором он не пробовал бы свои силы. Кроме того, он пытался сочинять разоблачительные сатирические стихи. Написал о нерадивом Петьке Пенькове. Стихи почему-то не понравились Пенькову. И он подговорил двух здоровенных парней, чтобы они подстерегли меня на пути из школы и отбили интерес к поэзии критического направления. Я убедился тогда, что за стихи могут разбить нос. А такой урок уже сам по себе полезен. Мария Семеновна Тодорова. Именно она породила в Мише эту индивидуальность, литературную индивидуальность, которую он смог развить и пронес в себе целую на протяжении всей своей жизни. Я написал стихи «Первая учительница», посвященной Марии Семеновне. Песня прозвучала по радио, и произошло то, что и должно было произойти. Она нашла героиню этой песни. Я получил после исполнения этой песни по радио вот такое письмо. Сначала довольно строгое и написанное официально. Товарищ Матусовский, если вы тот М. Матусовский, который учился в городе Луганске в школе 13, и если вы помните свою учительницу русского языка Марию Семеновну, откликнетесь, очень вас об этом прошу. Давно, друзья веселые, простились мы со школою, но каждый год мы в свой приходим класс. В саду березки с кленами встречают нас поклонами, и школьный вальс опять случит для нас. В последний день мне хочется сказать то, чего мы ей никогда не говорили. У учительницы за всю жизнь бывает много учеников, и, конечно, она не обязана всех помнить. Но у нас-то учительница только одна, и мы навсегда сохраним память о ней. Мишу быстро заметили, и в луганских газетах начали печатать его по-детски наивные стихотворения. Уже на пороге юности Миша начнет сотрудничать с газетой «Луганская правда». Самое примечательное, что в этом же выпуске, на этом же развороте, было напечатано и стихотворение его старшего брата Матвея. Тогда Миша Матусовский говорил, что они с братом оба, как великие поэты, начали свой творческий путь. Печататься я стал рано и, к сожалению, слишком легко. Мне не исполнилось еще и 12, как в местной газете поместили мое стихотворение «Велопробег». Я скупил тогда целую пачку «Луганской правды» и не мог оторваться от полосы с моими строками. Мне казалось, что стихи, прошедшие состояние из рукописного в печатное, стали гораздо лучше, весомее. А это является серьезной ошибкой многих начинающих авторов. Культурная и литературная жизнь Луганска 20-30-х годов была насыщенной. В город часто приезжали с выступлениями столичные литераторы, гастролировали театры. Как часто бывает в жизни, судьбу будущего поэта определил случай. В Луганск приехали молодые поэты из столицы – Евгений Долматовский и Ярослав Смеляков. На их творческом вечере молодой Михаил показал им свою тетрадку сочинениями. Его стихотворения понравились, и молодые литераторы посоветовали ему ехать учиться в Москву. Так и случилось. В 1935 году молодой поэт едет в столицу и поступает в Литературный институт имени Максима Горького. В Литературном институте Матусовский подружился с Константином Симоновым. Эта дружба продлится всю жизнь. Михаил Львович, он человек очень такой ранимый, романтичный, и ему необходимо было вдохновение. И вот однажды у него с Константином Симоновым даже возникли такие разногласия, что Константин Симонов вынужден был ставить Михаилу Львовичу какие-то условия для того, чтобы он написал очередные строки стихотворения. Так он даже прибегал к тому, что запирал его на ключ в комнате. Михаил Львович писал стихи, подсовывал под дверью в эту скважинку. Константин Симонов изучал эти стихи, и если ему что-то не нравилось, Михаил Львович все переписывал. И не открывал дверь до тех пор, пока он не был удовлетворен полностью написанным текстом. На летний каникул 1936 года Миша приезжает в Луганск к родителям. 18 августа произошло знаменательное событие. Был открыт парк имени Горького. В день открытия вышел выпуск областной газеты «Ворошиловградская правда». На первой полосе была помещена фотография парка и стихотворение Михаила Матусовского «Песня парка». Песня, трубы, флаги, арки, над рекой вечерний дым. Вся страна казалась парком разноцветным, голубым. Как шумит по ветру знамя, мы с тобой опять одни. Фонари горят над нами, их бенгальские огни. В 20-х годах улица Ленина благоухала душистым запахом белых акаций. Но сейчас все поменялось, акацию заменила липа. Что ж, у каждого времени свои пристрастия, свои вкусы и нравы. И хоть всего этого давно уже нет, но сохранилось оно в беспокойном сердце поэта, чьи детство и юность прошли на известной улице и сложились прекрасную песню, оставленную нам, как памятник лирической душе луганчан. Белая акации, гроздья душистые, Ночи напролет нас сводили с ума. Михаил Львович Матусовский умер в 1990 году. Спустя 12 лет после его смерти его образ увековечили. Теперь памятник поэту-песеннику стоит на Красной площади, а Академия культуры и искусств носит его имя. С чего начинается родина с окошек горящих вдали, со старой отцовской буденок, что где-то в шкафу мы нашли. А может она начинается со стука вагонных колес, из клятвы, которую в юности ты ей в своем сердце принес.